Мне нравится хвала и поклонение в этом месте. Такое присутствие Бога, когда мы взываем к Нему. Нет ничего лучше, чем это. И самое замечательное, что когда мы будем на небе, то, что мы будем делать. Хвалить Великого Бога. И дни, когда это произойдет, возможно, даже ближе, чем мы думаем. Но никто не знает дня. Никто не знает часа. Но мы можем увидеть период, в котором мы живем. И я думаю, что в этой комнате мы все знают, что мы в период возвращения Господа. Знаете ли вы, что когда ученики спросили Иешуа, что будет признаком Твоего пришествия? Не признаком Твоего пришествия. Знаете, что Он им ответил? Когда это Евангелие будет проповедано среди всех народов, тогда придет конец, и Он возвратится. Поэтому, если мы хотим возвращения Господа быстрее, тогда нужно убедиться, что нас Бог использует для того, чтобы доносить Евангелие всем народам. И, как я сказал раньше, я здесь не просто учить Вас. Знание — это хорошо. И нам нужно знание. Но знание без применения на практике ничего не значит. Нам нужно это знание применить на практике. И почему я учу о этих Четырех Заветах? Две причины. Одна причина. Валентин попросил меня учить на эту тему. Когда я предоставил Ему список тех тем, по которым я могу учить. И вторая причина. После этого учения я хочу Вас спросить. Но вызов Вам бросить, который не от меня. Думаю, что это от Бога. Поэтому давайте продолжим это учение. И мы смотрели 12 пророчеств, которые полностью были выполнены. Что это? Мы продолжаем с 16 пророчествами. 16 пророчеств. Мы рассмотрели 12 пророчеств, которые исполнились уже. И переходим к пророчествам, которые сейчас исполняются. И сфокусируемся на последних трех. Это продолжение того, что мы говорили на прошлом уроке. И вы видите, что все пророчества, о которых я уже сказал, они все исполнились. И меня спросили на перерыве о храмовой стене. И вот на эту схему я предоставил. Как Вы видите, я не хороший художник. Но как я могу это показать? Север, запад, запах, юг, восток. Вот это храм был. Это лестница от храма. А вот здесь находится вот эта мечеть. А это стена, о которой я говорила. Стена вокруг храма. Горы. Стена плача, либо западная стена, или котел на иврите, это вот эта стена. Как Вы видите, это вообще не было частью храма. Поэтому я нарисовал, чтобы у Вас было понятие. Поэтому какие пророчества сейчас исполняются? Мы рассмотрим три версии, одного и того же пророчества. Два пророчества из книги Исаии, и одна из Амм, один из Аммаса. Исаия откроем. Тринадцатое пророчество, которое сейчас исполняется, пока мы сейчас здесь сидим, это собрание Израиля, либо возвращение Израиля из всех народов. И я верю, что Вы, кто здесь, в этой классе находитесь, кто will make Алия to Israel one day, who will go to Israel one day, who, some of them, верю, что некоторые из Вас совершат Алию какой-то день. Может быть, сейчас Вы так не думаете, но если это пророчество правда, я думаю, что некоторые из Вас совершат Алию в Израиль. Это просто мысль. Исаия 11, 11, 11-12. И снова послушайте слова этого пророчества. Мы уже рассматривали его, но давайте снова прочтем. И будет в тот день, Тот день значит последние дни. Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить себе остаток народа Своего, какой останется у Асура в Египте, в Патросе, у Хуса, у Илама, в Синааре, в Ямафе и на островах моря. Поднимет знамя язычникам и соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. Мы три видим вещи здесь. Первое, это что Господь возвращает евреев в Израиль во второй раз. После второго рассеяния. Собирает их от четырех концов земли. То есть со всего мира Он их собирает. Также поднимет знамя язычникам и соберет изгнанных Израиля. Некоторые, которые совершают алию в Израиль с Запада, Южной Африки, из Америки. Они богатые, у них есть деньги, они приезжают как принцы туда и хорошо устраиваются. Но многие из тех, кто приезжает в Израиль, многие евреи приезжают из этой местности, из России, Украины, Литвы, из Восточной Европы. И они приезжают не имея ничего. Некоторые приезжают только с одеждой. Они не приезжают имея на руках тысячи долларов. Они приезжают как изгнанники. Так, как сказано в Писании. И когда корабли приезжали после Второй мировой войны, привозили выживших в Холокосте, они приезжали и плакали, они были сокрушенные, изгнанники. Они были как изгнанники из своей земли, из своей страны. Из Польши. Из Восточной Европы. Изгнанные из Одессы, может быть. В то время никто не хотел их здесь, чтобы они здесь были. Они приехали в Израиль только с одеждой, в сумке. И же одеждой на своем теле. Так же, как говорит это пророчество. Когда Бог пророчествует, тогда это произойдет именно так, Конт сказал. Все в точности исполняется, и человек этого не может изменить. Исайя 43, 5-6. И это же интересный стих. Исайя 43, 5-6. Не бойся, ибо я с Тобою. От Востока приведу племя Твое и от Запада соберу Тебя. Север скажу, отдай. И югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли. Снова, какие тут слова в этом стихе, в этих стихах. И я вижу, насколько Бог сильный, могущественный. Когда Библия говорится о севере, юге, западе и востоке, это всегда относится к северу и югу по отношению к Израилю и востоку и западу по отношению к Израилю. Я думаю, что мы понимаем это. А что находится на западе Израиля? На западе Америка, Канада, Западная Европа, что на востоке Израиля? Австралия, Нью-Зеландия, азиатские страны. Очень легко совершить алию в Израиле из запада и востока. Мы согласны по этому поводу? Нет никаких проблем. Государства очень свободно могут позволить вам переехать. А что находится на севере Израиля? Россия, Украина, это местность. Россия не отпускала евреев. Здесь Бог сказал в Своем Слове, Исайя wrote this maybe three thousand years ago. Может быть, три тысячи лет назад это Исайя написал. Я скажу северу отдай. Послушайте, разве это неинтересно? Почему Он просто не сказал, соберу со всех концов земли, со всех направлений? Видите, что Бог говорит через пророков. Он говорит, запад и восток, а вы возвратитесь. Но северу скажу, отдайте. И когда они не отдавали, я верю, что Бог допустил падение коммунизма, что открыло дверь евреям приехать в Израиль. Потому что Бог получит то, что хочет. А что на юг от Израиля? Судан, Ливия. Это все мусульманские страны. Также они не позволяют евреям возвратиться. Даже в Эфиопии к югу от Израиля не разрешают евреям возвращаться. А что он здесь говорит югу? Не удерживай. Северу отдай, а югу не удерживай. Разве это не интересно? Послушайте эти слова. Смотрите, насколько все точно, какие точные пророчества. все равно это не остановило север, не остановило юг, и они не воспрепятствовали евреям возвратиться. слава Богу, что они сейчас приезжают в Израиль с севера. И я уверен, что вы помните, где-то 10-15 лет назад Израиль послал несколько реактивных самолетов они из того самолета, даже не реактивные это самолеты, они все пассажирские кресла туда убрали, они прилетели в Эфиопию и привезли таким образом 50 тысяч эфиопских евреев. Потому когда Бог говорит, я приведу твои родственников из севера и соберет от запада и востока, скажу северу отдай, а югу не удерживай. Я приведу своих сыновей и дочерей издалека и дочерей от концов земли. И Бог получит то, что Он хочет. Аллилуйя. Еще последний отрывок описания Амоса. Амос, 9 глава. И мы будем читать от 14 до 15. Амос, 9 глава, 14-15. Израиль. Не знаю, видели ли фотографии Израиля, как он выглядел до 48-го года. Это была грязная, пыльная страна. Как в Амосе сказано. Я возвращу из плена народ Мой Израиль. Застроят опустевшие города, поселятся в них. насадят виноградники и будут пить вино из них. Разведут сады и станут есть плоды из них. во дворю их на земле и они не будут более истрогаемы из земли своей, которую я дала им, говорит Господь Бог. И сейчас Израиль это красивая страна. Достаточно виноградников, очень много, много фруктовых садов. зеленая страна, плодородная, так, как Бог сказал. Также последнее предложение в этом пророчестве. И более они будут истрогаемы из земли своей, которую им дал. Независимо от того, что мир говорит, независимо от того, что думают окружающие народы, они никогда не будут истрогнуты из этой земли. Потому что Бог так сказал. И это пророчество сейчас исполняется, когда мы здесь сидим. И еще три пророчества, которые еще предстоят. четырнадцатая пророчество. Все народы соберутся против Иерусалима. И я хочу идти к Захария, 12-й, глава. И это почему я попросил вас прочитать Захария, 12-й, 14-й. И сейчас только будем в книге Захарии находиться. Захария 12-й, 2-й. Я сделаю Иерусалим чашу иступления для всех окрестных народов, также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя и соберутся против него все народы земли. Это просто мое мнение. Я верю, что это пророчество уже началось, потому что видим, что больше и больше стран обращаются против Израиля. Даже моя страна, откуда я родом, раньше была другом Израиля. Сейчас правительство нашей страны обращается против Израиля, настроено против Израиля. И поддерживают палестинцев. Также я ничего против не имею против палестинцев или мусульман или арабов. Потому что большая часть этих людей это простые люди как вы и я. израиля. Но больше и больше стран кроме мусульман настроены против Израиля. Поэтому возможно мы видим как начинается воплощение этого пророчества. Как там сказано все окружающие народы нападут на Израиль. Даже те у кого дипломатические отношения с Израилем как у Египта все они нападут на Израиль. Если я правильно понимаю Библию Россия тоже нападет на Израиль. и такое ощущение складывается что Израиль будет уничтожен. Но Бог сказал что в тот день и в тот день это всегда последние дни. Иерусалим станет тяжелым камнем для народов. Все кто попытается его завевать будут надорвутся все которые соберутся против него. Бог будет уничтожать эти народы. Но до этого мы сейчас дойдем. Это 14 пророчество. 15 уже относится к возвращению Иешуа. Захария 12 10 14 пророчество это звучит так сверхъестественное откровение Мессии еврейскому народу. На дом Давида на жителей Иерусалима и залив дух благодати и умиления. И они воззрят на него которого пронзили. будут рдать о нем как рдает о единственном сыне и скорбеть как скорбят первенцы. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме как плач Гадад Римона в долине Мегидонской. Кто тот которого пронзили? Иешуа. Народы соберутся против Израиля. Нападут на Израиль. Будет такое ощущение что Израиль будет уничтожен. в частности Иерусалим. И затем Господь явится на облаках. И сойдет и станет своими ногами на Иерусалиме. И Он будет сражаться против этих народов. И Он их уничтожит. шестнадцатое пророчество. Последнее пророчество. Возвращение Мессии в славе. Закария 14 3 5 Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов. как ополчился в день брани. Станут ноги Его в тот день на горе Елеонской. Которая пред лицем Иерусалима к востоку. Раздвоится гора Елеонская к востоку к западу весьма большую долину. Большую долину. Половина горы отойдет к северу а половина к югу. Вы побежите в долину гор моих ибо долина гор будет простираться до Асила. Вы побежите как бежали от землетрясения в одни озья царя иудейского. Придет Господь Бог мой и все святые с ним. И это славно. Бог приходит и уничтожает народы. Становится ногами на Елеонской горе. Гора раздваивается надвое. Видели ли вы новости лет или лет они обнаружили огромное разлом под Олевым. Получается, под Елеонской горой идет разлом коры земной. И если там будет землетрясение, то прямо сквозь эту гору. разрыв пройдет и все уже установлено. Все уже готово к исполнению этого пророчества. Также воды отойдут к Мертвому морю. Какие же воды есть в Иерусалиме? Нету там моря в Иерусалиме. Что за воды, в каких водах он говорит? Они только недавно нашли под Иерусалимом огромный водный резервуар, несколько сотен метров под городом. Все только ожидает этого потрясения, когда Господь возвратится. И эти воды будут течь в направлении Мертвого моря. 81% of the prophecies have been fulfilled. И если взять 80% пророчеств уже исполнились, 81% исполнится, 19% еще должны исполниться. 12 уже завершены. Одно пророчество сейчас происходит. 14 уже начинается. Два пророчества по возвращении Господа. Почему? Какое это отношение имеет к нам? Конечно, это должно иметь отношение к нам, потому что это связано с возвращением Иешуа. даже намного больше, это. Теперь я отложу свои конспекты. Теперь я хочу поговорить от сердца к сердцу. И мы видим, что время возвращения Господа не так уже далеко. Может быть наш период времени мы увидим его, может быть нет. может дети увидят ваши верю, может даже внуки увидят, потому что это не так уже далеко. Как Матфея 24, Луки 19, Иешуа говорит, когда услышите о войнах и военных слухах, увидите глады, вулканы, землетрясения, знайте, что это начало скорбей. Видим ли мы это сейчас в мире? огромный вулкан извергался и всю Европу закрыло. Я увидел фотографию в интернете вулкана этого космоса и огромное облако пепла над всей Европой. Мы это вообще никогда раньше не видели. Бог все делает, все распределяет по своим местам в преддверии своего возвращения. И прежде чем Он сможет это сделать, остаток из язычников должны спастись. Также остаток из еврейских верующих тоже спасаются, должны спастись. Невеста должна быть очищена. И вот, что я хочу спросить. Будете ли вы готовы к пришествию Господа, если Он сейчас придет? Помните описание в откровение того, как выглядит Господь сейчас. Все мы станем перед Ним. Евреи, неевреи, мусульманин, буддист, спасенные, неспасенные. все мы станем перед Иешуа. И рядом с нами будет стоять обвинитель, которого мы называем дьявол, Сатана. Он будет всякого человека обвинять перед Иешуа. И Он скажет, этот человек сделал то, этот человек сделал это. Спасенные Иешуа скажут, они под кровью, покрыты кровью. Их грехи прощены. Не спасенные Он с тяжелым сердцем скажет, я должен отослать вас в Хейдис. Также обвинитель будет обвинять в том, что мы не сделали для Бога. И обвинитель скажет, этот человек у него была возможность рассказать бабушке о спасении прежде ее смерти, но он не сделал этого. И когда его бабушка умерла, она не попала на небеса. Что Иешуа скажет нам? Я даже не хочу об этом задумываться. Иешуа говорит, что вы скажете мне, Господь, Господь, я чудеса творил именем Твоим. Я проповедовал Твоим именем. И все делал с помощью Твоего имени. И Он скажет нам, отойдите от меня, я никогда вас не знал. Ваша жизнь и моя жизнь должна быть абсолютно посвящена Иешуа. Продана Иешуа. Есть белая и черная. нету серого. Либо вы абсолютно за Иешуа, либо нет. И я не говорю только о спасении. Я могу сказать, каждый здесь рожден свыше. Каждый здесь спасен. рожден свыше? Все? Великобрый. Поэтому я не говорю о рождении свыше. Я говорю о том, что вы сделали для Иешуа. Иешуа никогда не говорил, что за Ним будет легко следовать. Как человек сказал, я хочу следовать за тобой. В Писании была история. А он сказал, у лис есть норы, а у сына человеческого даже голову негде преклонить. Иди своей дорогой. Иди к своему бизнесу. Иешуа призывает тех, кто отверхнет себя, возьмет крест и последует за Ним. Также я не пытаюсь вас осудить. Поймите мое сердце. Также помните, что одно призвание, которое Господь дал мне, это поощрять людей исполнить свое призвание. Я также знаю, что каждый человек в этой комнате, младших до самых старших, у каждого есть особенное призвание для жизни. Вы были избраны Богом, вы особенные для Него, и Он хочет использовать вас для его целей и планов. Вы можете сказать, либо да, я хочу этого, либо вы скажете, я в церковь вхожу, мессианскую общину, я славлю, поклоняюсь Богу, я Библию читаю, даже учусь в мессианском мессианском библийском институте, я там учусь, простите, что я так говорю, но если вы не исполните волю Бога для вашей жизни, то все это не имеет смысла, Богу все равно сколько вы знаете, но ему не все равно чтобы вы взяли знания и использовали для него, Бог хочет, вы получали знания, потому что он сказал, мой народ гибнет от недостатка ведения, вы в институте где вы получаете знания, хочу вас поощрить, возьмите это знание, которое вы услышали уже от стольких, стольких учителей со всего мира и из Украины, и потом идите исполнить цель Бога для вас, идите и несите Евангелие этому народу, не бойтесь никого, не бойтесь Хаббат, не бойтесь еврейской религиозной общины, не бойтесь друзей, семьи, потому что вы можете быть их единственной надеждой, я не герой, я обычный человек, но ничто меня не остановит, чтобы Евангелие донести людям, мне все как они ко мне относятся, если они хотят ударить меня, они ударят меня, если они хотят плюнуть на меня, они плюнут на меня, если они хотят отвергнуть, отвергнут, потому что так же они поступали с нашим Господом, то, что они сделали с Ним, так же сделают с нами, мы не можем избежать того, через что прошло Ишуа, даже если все будет очень плохо для нас, пожалуйста, пожалуйста, несите Евангелие народу, людям в этом городе, в этой стране, те страны, откуда вы родом, вашим семьям, вашим друзьям и еврейскому народу. Амин.